Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с мерами поддержки бизнеса, который пострадал от распространения коронавируса. Именно данному вопросу посвящен раздел ФНС России. Электронный адрес этого раздела вы видите. Здесь сразу обращу внимание, что в описании под видео будет ссылка на данный раздел, поэтому вы сможете достаточно быстро в него перейти. В самом начале раздела указывается на то, что он основан на постановлении правительства номер 409. И действительно, в данном постановлении предусмотрены различные меры налогового характера, которыми могут воспользоваться налогоплательщики. Здесь я подробно рассказывать о данном постановлении не буду, потому что оно достаточно объемное и сложное для понимания. Единственное, что скажу, оно, конечно, вызвало большое разочарование как в среде специалистов, так и в среде бизнеса. Поскольку на словах высшие должностные лица государства говорили об одном, а на деле на бумаге оказалось совсем другое. То есть и мерами поддержки бизнеса, во всяком случае налоговыми, смогут воспользоваться не все налогоплательщики, да и сами эти меры, прямо скажем, не очень существенны. Далее в разделе идет своеобразный сервис, который позволяет определить, какие меры поддержки бизнеса могут быть распространены на того или иного налогоплательщика. Но, конечно, сервис этот достаточно неудобный, и, видимо, в ближайшее время его будут дорабатывать. Следующий пункт раздела ФНС России связан с общими мерами, которые предоставляются всем налогоплательщикам. Но эти меры связаны с определенными послаблениями в рамках налогового контроля, в рамках вопросов взыскания налоговых платежей и также в рамках принятия различных обеспечительных мер. Наконец, еще один пункт, он связан с мерами, налоговыми мерами, которые будут предоставлены налогоплательщикам, относящимся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Ну, это наиболее существенные меры, во всяком случае, по мнению как ФНС России, так и правительства, которые предоставляются налогоплательщикам. И здесь есть определенная проблема. Дело в том, что список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, который размещен на сайте ФНС России, он различается от списка отраслей, который утвержден постановлением правительства номер 434. Здесь, правда, сразу следует сказать, что постановление номер 434, оно предназначено для цели предоставления кредитных каникул. Но я полагаю, что на самом деле список отраслей, который размещен на сайте ФНС России, и в постановлении номер 434 он должен быть единым. Как говорится, нельзя, чтобы быть наполовину беременным. Здесь либо отрасль пострадала, либо нет. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время, как перечень, который размещен на сайте ФНС России, так и перечень, который утвержден постановлением правительства, он должен быть унифицирован. В любом случае, я полагаю, что налогоплательщикам следует обратить внимание на данный раздел ФНС России и отслеживать ту информацию, которая будет размещаться в рамках этого раздела. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До новых встреч.